Здравствуйте, дорогие друзья! После короткого праздничного перерыва мы с вами переходим к рутине, к ежедневным занятиям. Давайте сначала еще раз вернемся, для чего мы вообще учим эту Тору? Для чего мы с вами каждый день, много лет, причем умные люди, посмотрите, они жизнь посвящают изучению Торы? Говорят мудрецы, что Тора это сжатый разум Бога. Мы просто этого не видим, для нас это книжка, которую открыла книжка. На самом деле мы можем найти прошлое, будущее, настоящее, и что самое главное, мы можем найти то, как исправить себя, для чего мы пришли в этот мир. Все написано в Торе. Мир задуман вообще идеально. Потом мы начали его потихоньку, нам был отдан мир с правом управлять им, с правом делать его лучше и хуже. И мы начали засорять его. Мы с вами такие сосуды для света, сосуды, которые получают свет от Бога. И в процессе своего существования человек умело и качественно загадил духовные миры, а физически уже, как понятно, как следствие загажен тоже. Но вот закономерности дальше и неизбежности, они работают прямо от нас. У Бога нет понятия наказать нас за что-то. Вот мы сделали, загадили там даже кусок его мира. У него нет понятия наказания. Он абсолютно любящий отец. Более того, в мире, который задуман Богом, наказания не нужно. Это мы создали такой мир. Мы загородили свет. И вот возьмите просто, возьмите какое-то все страдания, все появилось, как средство для очищения сосуда. Когда мы с вами нарушаем тот баланс, который Бог создал, вот взяли опять-таки, повторяем слово, сосуд, загрязнили его. Что надо сделать? Потереть, потереть, помыть, чтобы он мог опять быть использован. Так и мы. Страдания – это средство очищения сосудов. Мы с вами до такой степени загадили мир, что уже просто так его почистить нельзя. Уже, значит, сода и всем остальным. Что происходит с грехом? Грех блокирует браху. И представьте себе, каждому человеку на Земле выделяется вот такой вот энергетический поток света. Причем не надо завидовать, у всех одинаковый. С учетом прошлого, с учетом будущего, с учетом задачи нашей на свет, вот такой свет на нас идет. Теперь представьте себе на этот свет. Возьмите кусочек бумажки или чего-нибудь. Вот так представьте, что получится. Получится, что кусочек вот этого света перестанет быть светом. И становится, что мы, какой-то темный бумажка. Получилось темное пятно. Но, когда мы с вами что-то делаем не так, создаем грех, делаем не так, как сказал Бог, мы создаем темное пятно, темную часть мира, в которой нет уже света. Мы сами себе урезаем браху. Но пустое место не бывает. И вот в этом темном свете образуются всякие неприятности, всякие сложности и так далее. Так работает мир. И вот поэтому, изучая Тору, исправляя себя, мы чистим сосуд, мы можем восстановить поток энергии. Мы можем вернуть себе тот свет, который он нам не хватает для, может быть, для семейных отношений, для работы, для чего-то еще. Все в мире от Бога. Он дающий, он абсолютно дающий. Ему ничего от нас не надо. Мы можем, единственное на земле, что делать, и принимать, и давать. Поэтому написано, что все очень просто. Рецепт нашего исправления простой. Надо научиться давать. Надо научиться получать удовольствие от давания. Надо научиться быть похожим на Бога. Бог дает, значит, мы будем тоже давать. Проще говоря, повреждать свой эгоизм. Как это делается? В каждом вопросе это можно делать. Например, два человека кушают или покупают еду для того, чтобы покушать. Один покупает, чтобы сесть вечером, натоптаться быстрее. А второй, чтобы пригласить гостей, чтобы дать что-то. То есть он, проще говоря, побеждает свой эгоизм, меняет свои качества. И становимся абсолютно другим сосудом для неба. А для этому сосуду, может быть, не положены те неприятности, которые были вчера. Пятикнижерам рассказывала, что поколение ноха было абсолютно уже, сердца людей наполнены злом. Усиление зла вызвало что? Резонанс наверху. Это все повлияло на то, что поток шефа, вот эта энергия, резко снизился. Это приняло форму потопа. Сейчас у нас это приняло форму войны, где-то еще чего-то. Так работает мир. Нужно думать о душе. Не думать каждый раз. Человек все время строит свой мир. Вот я куплю квартиру, там, с двух комнат, три, стану счастливым. Поеду на Мальдивы, буду счастливым. Немножко не так. Это еще и вредно немножко, потому что мечта, она затемняет получение. Например, мы получили, условно я говорю, квартиру, а мы хотели двух комнатных. Уже нет радости. Мечта затемнила нам сегодняшний день. Поэтому надо сдерживать желание, сдерживать завышенные ожидания от мира. И, наконец, самое главное, надо работать над собственными качествами, над собственным изменением. И тут вот надо к этому очень жестко подходить. Понятие рая на земле, согласно Кабале, относится как к отдельному человеку, так и ко всему миру. Вот когда каждый отдельный человек построит маленький рай у себя в душе, у себя дома и так далее, вот тогда объединенный рай даст рай на земле. Все. Поэтому Кабала утверждает, что создание рая на земле, это наша главная цель, и она зависит от поведения каждого. Вот для этого мы учим, для этого мы идем вперед. Брахавы от слаха.